Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник и с вами Александр Артеменко. На этом канале мы учимся программировать на Common Lisp. И сегодня будет тема для новичков. Я постараюсь рассказать, что такое Image-Based Разработка. Но сначала я хочу поблагодарить свою маму за эту замечательную футболочку, на которой изображен котик и внутренности котика. Этот котик, между прочим, очень похож на Common Lisp. У него внутри много внутренностей, которые, на первый взгляд, вообще никак не взаимосвязаны. Но если приглядеться и вдуматься, то оказывается, что у каждого элемента есть свое предназначение. Вот и с Common Lisp так же. И все, что сделано в Common Lisp, предназначено для того, чтобы облегчить ту самую Image-Based Разработку, о которой сегодня пойдет речь. Это и пакеты, и система классов, возможность переопределять функции. Все это в совокупности дает нам возможность менять программу на лету. Собственно, что такое Image-Based Разработка? Это способ писать программу в то время, как она работает. То есть мы запускаем программу, подключаемся к ней из нашего редактора или IDE, и дальше лепим программу так, чтобы она соответствовала нужным требованиям. В этом случае код очень похож на некий пластичный материал, который мы постепенно добавляем, добавляя новый функционал, или можем какие-то куски убирать. Сегодня я хочу продемонстрировать этот подход на одном простом примере. Мы возьмем библиотеку CL-RayLib. Это библиотека, которая позволяет рисовать трехмерную графику. И модифицируем один из ее демо-примеров так, чтобы он стал немного поинтересней. Вот здесь надо мной это экран программы, написанный с помощью RayLib. И прямо сейчас на нем пример, который показывает, как с помощью RayLib нарисовать красный квадрат, установить камеру и вывести некий текст. А слева окно IMAX, которое мы сейчас подключим к этой работающей программе и начнем менять ее на лету. Давайте же подключимся к ней с помощью Sly. Я пишу SlyConnect, указываю host, port, и мы подключаемся к работающей программе. Я перейду в тот пакет, который соответствует нашей демке. Демка определена в пакете InteractiveDem. Если вы не знаете, что такое пакеты и зачем они нужны, то пакеты это такие окружения для группировки символов в CommonLisp. Подробнее про пакеты, системы я рассказывал в видео. Вот сейчас здесь ссылочка появится. Можете посмотреть. А сейчас лишь нам надо знать то, что вся наша демка написана в пакете InteractiveDemo. А символы CLRayLip, которые мы будем использовать, содержатся в пакете CLRayLip. И вот, собственно, здесь я экспортирую, точнее импортирую, те функции и переменные, которые нам нужны. Позже мы, возможно, сюда что-то еще добавим. Но прямо сейчас давайте сделаем что-нибудь простое. Вот у нас работает сверху программа. Давайте поменяем, например, цвет кубика. Тут он выбран красный, а я хочу какой-нибудь CLRayLip, пускай, например, зеленый. Выберем зеленый цвет. Теперь я просто нажимаю Shotcut, Ctrl-C, Ctrl-C, и программа меняется на лету мгновенно. Я поменял цвет кубика, он стал зеленый. Еще у кубика есть обводочка. С помощью функции DrawCubeWires рисуется обводка. Сейчас у нее размер соответствует кубику, поэтому обводка идет по контуру. Давайте попробуем поэкспериментировать с этим и сделаем ее чуть больше. Допустим, вот такую. Видите? Изображение мгновенно изменилось после того, как я нажал Shotcut, потому что мы меняем программу на лету. В этом, собственно, и состоит суть ImageBased разработки. У нас есть образ программы, и мы лепим из него то, что нам надо. Теперь давайте сделаем еще кое-что. Я хочу добавить сюда побольше кубиков, но так как этот кубик занимает слишком много пространства в нашем игровом мире, я думаю, надо отодвинуть камеру. Вот у нас есть переменная камера. Давайте на нее посмотрим с помощью инспектора. Про то, как работать с инспектором, я рассказывал в одном из предыдущих видео. Вот здесь на него сейчас тоже появится ссылка. Посмотрите. Пока просто откроем этот объект, посмотрим, что там есть. В этом объекте есть позиция. То есть, видите, я могу не только менять образ программы, но могу залезть внутрь и посмотреть ее текущее состояние. Вот у нас есть камера, у которой определена позиция. Определено, видимо, какое-то направление, вектор, область. Это область угла обзора. Сейчас он 45 градусов. Давайте попробуем изменить угол обзора. Я перейду обратно в Repel. Так, я так и не сменил пакет. Сейчас, секунду. Вот, теперь я в пакете Interactive Demo. И давайте попробуем для нашей камеры поменять угол обзора. Я думаю, что это делается с помощью функции set. и нужно в сель-рейлип какую-то функцию fov вызвать. Вот, есть функция камера 3D fov. Скормим ей нашу камеру. И вы помните, там было значение 45. Давайте сделаем его, например, 90 и посмотрим, что будет. О! Теперь камера захватывает больше пространства. А если я сделаю ее более широкоугольной, то кубик заполнит весь экран. Например, если сделать здесь 20, то я думаю, что кубик будет на весь экран. Действительно, видите, можно поиграться и сузить или расширить область видимости камеры. Оставлю это пока на 90. Сейчас весь наш мир игровой состоит из одного кубика, у которого просто записана позиция. А я хочу много кубиков, чтобы они как-то друг с другом взаимодействовали. Давайте определим класс объекта, у которого есть координаты, и создадим несколько цветных кубиков. Пусть этот класс называется просто object. И у него есть position. Как-то так. А, еще зададим ему цвет. Цвет для нас тоже важный атрибут. Я нажал ctrl-c, ctrl-c, и CommonList говорит, что символ position уже занят. Ну, хорошо. Значит, сделаем, чтобы аксессор назывался как-то иначе. Пускай object position будет. Ну и цвет тоже назову. object color. Все, я нажал ctrl-c, ctrl-c, и у нас внутри программы появился класс объекта. Теперь давайте сделаем переменную, которая будет содержать себе список всех объектов игрового мира. назову ее world. И пусть там пока ничего не будет. Я нажал ctrl-c, ctrl-c, и у нас появилась переменная world. Вот внизу и Max показывает, что сейчас ее значение nil, но это ненадолго, потому что сейчас мы начнем создавать объекты. Но для начала я хочу сделать еще функцию, которая будет рисовать объект. Назову ее drawObject. Пускай она принимает object. Пока это функция, нам не обязательно тут делать методы для разных типов объектов, но в принципе можно потом будет сконвертировать эту функцию в generic функцию и для разных типов объектов написать разные реализации. Например, чтобы кубики рисовались как кубики, шарики как шарики и так далее. Пока сделаем так. Я перенесу вот этот код по отрисовке кубика в наш drawObject. цвет будем использовать object.color. Видите, автокомплит мне уже подсказывает название этой функции, потому что мы определили раньше класс, и этот класс уже есть в образе лиспо. Поэтому берем цвет объекта, берем позицию объекта, берем позицию объекта, берем позицию объекта, здесь тоже нужно взять позицию объекта для обводки, обводки. Обводку пока оставлю одинаковую для всех кубиков. Вот, я нажал ctrl-c, ctrl-c, и у нас компилировалась функция, которая рисует объект. Теперь нужно поменять код, который рисует мир. Вот сейчас я нажал снова ctrl-c, ctrl-c, и теперь это пустая функция, она не рисует ничего, но нам здесь нужен цикл по всем объектам игрового мира. Давайте напишем его. Скажем, что нам нужно проитерироваться по всем объектам в мире и нарисовать их. И рисуем объект. Забыл ключевое слово do. Вот так. Вот видите, выскочил отладчик, который сразу дает мне понять, где ошибка. Ошибка у нас то, что я пропустил. Здесь еще ключевое слово for. Попробую перезапустить. Я поправил ошибку сейчас в работающей программе, исправил ошибку. Попробую нажать на вот этом фрейме draw world, кнопку R, которая говорит Lispu, что нужно попробовать вызвать эту функцию снова. Я же исправил там ошибку, теперь она должна отработать без проблем. Я жму R и все, отрисовка у нас пошла, но так как мир пока пустой, в нем ничего нет, то пока на экране вот здесь вот сверху пусто. Давайте перейдем в Repel и создадим какие-нибудь объекты нашего игрового мира. Объекты мы будем создавать с помощью функции make instance. Я скажу push, дальше нам нужно создать объект, указать его тип, объект, дальше нужно указать позицию, так, куда все делось, сделаю так, чтобы вам было видно, сделаю так, указываем позицию в нуле координат и цвет, пускай будет красный, я забыл указать, куда нужно добавить объект, мы, конечно, его добавляем в переменную world, и вот появился кубик, видите, я интерактивно добавляю новые объекты, тут я хочу сделать зеленый кубик рядышком где-нибудь, допустим, не уверен, какие тут координатные оси, где, давайте сделаем, попробуем зеленый кубик сделать с координатой х единица, вот он вышел с небольшим смещением, попробую сделать синий кубик, синий кубик сделаю выше, сместим его на три, вправо и на четыре, допустим, наверное, это будет вверх, во, теперь у нас есть три кубика в игровом мире, и все они рисуются, и все это я делаю интерактивно благодаря тому самому image-based подходу, такой подход позволяет быстро проверять какие-то гипотезы, итерироваться по ним, проверил гипотезу, если она подошла, код оставляем, если нет, можно код удалить, написать новый, и отсутствие необходимости компилировать и перезапускать программу, как раз и позволяет эффективно и быстро разрабатывать программы на CommonLisp. Я думаю, что в некоторых языках программирования это тоже возможно, но в CommonLisp просто все, буквально все заточено на то, чтобы можно было использовать этот подход эффективно. Например, я могу добавить какие-то свойства объектам, вот скажем, сейчас они у меня все одинакового размера, если я посмотрю на наш World, я открою его сейчас в инспекторе, я открою в инспекторе список объектов, они, кстати, отображаются не очень красиво, давайте сделаем отображение, например, красивое, возьмем и добавим функцию, которая выводит объект с указанием его цвета, для этого можно определить метод printObject, первым параметром он принимает объект, мы укажем, что этот объект должен быть типObject, а вторым параметром он принимает стрим, в который нужно вывести описание объекта, вот то стандартное описание объекта, которое вы видите по дефолту, вот это, решетка, объект, это так называемый unreadable синтаксис, то есть, если мы введем в репли вот такой объект, то лисп не сможет из него создать реальный объект, вот он говорит, что какой-то неизвестный макрос, это так называемый unreadable синтаксис, а readable синтаксис это какая-то форма, которую ридер лиспа может считать и превратить в объект, например, вот создается объект, сейчас я добавлю, расширю описание объекта, чтобы мы видели в нашем мире, где какой объект, какой у них цвет, есть такой макрос, printunreadable он называется, кажется, он помогает формировать dev-метод print-object для ваших объектов, мы говорим объект, stream, а потом в stream мы печатаем недостающую информацию, например, цвет, сейчас посмотрим, можно написать так, stream, color, и вывести цвет объекта, вот я добавил такой метод, вот кстати, что в интерактивном подходе еще хорошо, то что мы компилируя программу кусочками, сразу видим ошибки или предупреждения, вот сейчас мне, видите, редактор подчеркнул это слово object color, оно подчеркнуто, и если мы на него вот так перейдем, то и макс подскажет, что была за ошибка, например, что здесь неправильное количество аргументов, это одна из фишек IDE, которая обязательно должна присутствовать, я чуть раньше делал обзор на разные IDE для CommonLisp, опять же, смотрите, вот тут вот ссылочка, вот, посмотрите обязательно этот ролик, в нем я рассказываю про то, что на CommonLisp не обязательно писать код именно в Emax, можно использовать Vim, VS Code, даже IntelliJ IDE, для них есть уже плагины, но, возможно, не все из них так хороши в плане интеграции с Lisp, как и Max, но я думаю, что эти плагины будут дорабатываться и вполне можно уже начинать использовать. Ну так вот, вернемся к нашему PrintObject, я забыл тут указать аргумент, нужно указать объект, из которого мы берем цвет, теперь у меня функция скомпилировалась, давайте посмотрим на наш мир опять, тут цвет выводится какими-то чиселками, видимо, это закодированный RGB, не очень-то информативно, давайте посмотрим, может быть, сель RayLip позволяет как-то декодировать цвет, color, color, интересно, можно ли этой функции отдать число, ничего хорошего не происходит, color, toInt, toHSV, не вижу, чтобы можно было как-то конвертнуть цвет в имя, название этого цвета, давайте заглянем, может быть, тут есть какой-то список объектов, соответствующих разным цветам, тут есть константы, тут есть константы, собраны ли они в какой-нибудь список, нет, не похоже, не похоже, и вот, видите, цвет формируется с помощью битового сдвига, его компонент, ладно, сейчас я не буду заморачиваться для того, чтобы выводить цвет, правильно, очень жаль, давайте лучше посмотрим, как можно поменять класс объекта так, чтобы они были разного размера, ранее я говорил про то, что у нас вот есть мир, в нем три объекта, но все они одинакового размера, у них есть только позиция и цвет, common list позволяет на лету менять классы, пойдем и добавим атрибут размер, сделаем здесь атрибут размер, я задаю с помощью init.arc название аргументы для init.object и еще у класс есть такая штука, можно задать изначальный размер, можно задать изначальное значение для слота, сейчас я как раз этим воспользуюсь, чтобы для существующих объектов размер заполнился каким-то начальным значением, например, init.form, 2 и заодно укажу еще тут тип, что это должен быть float. Ну и конечно нам нужен еще аксессор object size вот я нажал ctrl-c ctrl-c давайте посмотрим на наш мир заново откроем какой-нибудь объект и теперь у него есть slot size то есть при переопределении класса common list автоматически модифицирует все существующие инстансы этого класса он добавляет в них недостающие свойства или убирает те свойства которые я из класса удалил более того в common list есть даже специальные методы которые позволяют делать миграции внутри класса то есть когда я определяю новый класс например добавляю туда какой-то слот я могу дополнительно сделать метод который рассчитает значение для этого атрибута для всех объектов которые уже существуют то есть это сродни миграции которую мы выполняем в базе данных только тут миграция применяется к объектам внутри вашей работающей программы таким образом можно не только модифицировать объекты во время разработки но можно также делать так называемый hot reload когда вы приносите обновление в production без рестарта программы подгружаете новый код он он применяет все модификации к объектам и программа продолжает дальше работать без перерыва но конечно такой hot reload требует большой аккуратности и грамотного продумывания того как будут меняться данные во время апгрейда программ итак поле с размером мы добавили но мы пока не используем его нигде в коде давайте немножечко поправим наш метод который рисует объект и вот здесь в качестве размера будем брать object size у нас тут он используется трижды потому что три измерения и примерно такой же код нам нужен для того чтобы перерисовывать фрейм фрейм квадратика добавим к нему небольшое смещение все сейчас ничего не поменялось потому что размер объектов у меня все тот же две каких-то игровых единицы давайте взглянем на наш мир и для какого-нибудь объекта поменяем его размер вот тут есть в инспекторе возможность менять значение слотов например я могу отметить слот size сказать setValue и поменять тут размер например на 1.0 и вот видно что красный квадратик стал меньше вообще я хотел бы сделать зеленый квадратик поменьше чтобы он не так сильно нализал на него верну обратно для красного размер 2 вернусь в инспекторе на список выберу другой объект попробую изменить для него size на единичку вот теперь это зеленый можно попробовать позишн изменить но тут позишн это вектор давайте попробуем зеленый объект сместить немного вправо значит нам нужно сделать setValue make так 3D я пишу полностью имя функции которые создают вектор с указанием пакета она в пакете vectors и давайте сместим его под синий кубик все теперь наши объекты перемещены теперь давайте попробуем для этих объектов задать какую-нибудь анимацию потому что так будет интереснее выглядеть картинка попробуем задать им какую-нибудь анимацию допустим пусть они вращаются вокруг нулевой точки чтобы задать вращение нам нужно на каждом фрейме пересчитывать координаты объекта у объекта есть позиция мы будем рассчитывать ее заново пусть у нас будет какая-то скорость потом мы ее попробуем менять и посмотрим как это повлияет на результат задам пока просто от балды какую-то скорость вот тема хорош image-based подход что мы можем экспериментировать мы сейчас вольны просто писать код какой-то экспериментальный потому что мы тут же увидим как он изменит картину и сможем его потюнить подправить так чтобы результат был такой как нам надо возьмем скорость теперь нужно рассчитать новый теперь нам нужно рассчитать новую координату нам нужен радиус объекта относительно его центра об этом я не подумал ну и хорошо давайте добавим для наших объектов радиус это как дистанцию от центра назову этот слот просто distance ванитарк вот и пусть она будет тоже флотом изначально сделаем ее допустим пускай она будет не знаю три и так я добавил новый слот к объектам и теперь мы будем его использовать в перерисовке мы будем использовать его в перерисовке рассчитаем позицию объекта с использованием расстояния пусть эта позиция будет рассчитываться исходя из object distance умноженной на косинус от времени и скорость время возьмем вот так вот getInternalRedTime нам вернет какое-то время оно возвращает время во внутренних единицах lisp и умножим это дело еще на скорость надеюсь я не налажал с формулой а y пускай вычисляется как синус а z мы оставим неизменным пока мы его возьмем из позиции а даже просто так сделаю ноль и создадим новый вектор для позиции new поз x x y z все теперь нам осталось обновить позицию внутри объекта обновляем позицию на new поз теперь ответственный момент жмем ctrl c c и мы видим что объекты наши начали как-то судорожно мелькать на экране слишком быстро они двигаются наверное скорость большая давайте в 10 раз попробуем ее уменьшить снова жмем ctrl c c так вероятно я что-то накосячил с шагом надо на самом деле internal time умножать на скорость давайте так переделаем какая-то ошибка программа зафризилась но сейчас я это исправлю я забыл здесь умножение добавил умножение исправил баг просто перезапущу функцию draw object и вот они наши объекты снова летают но слишком быстро опять слишком быстро изменяем скорость ничего не происходит почему так наверное надо еще уменьшить скорость это слишком быстро продолжаем уменьшать скорость жмем ctrl c не помогает еще в 10 раз вот и теперь уже скорость довольно приятная глазу человеческому попробую еще уменьшить ее пусть объектики наши ползут вот так но теперь все объекты на одинаковом расстоянии от центра а почему потому что я когда добавлял слот задал в качестве изначального значения цифру 3 давайте пойдем в наш world и поменяем для объектов это расстояние я возьму слот distance from center и поменяю его на допустим 5 нет маловато сделаем 6 так зелененький объект летает уже по большему кругу а вот синий у нас должен быть здесь поставим ему дистанцию к примеру 8 и размер хочу поменять поменяю еще размер ему пускай он будет самый маленький вот это чем-то похоже теперь на планетарную систему только из кубиков какой-то манкрафтовский мир хорошо теперь все объекты у нас вращаются и дальше можно с этим миром проводить и другие эксперименты например можно задать вращение самим объектом или сделать так чтобы эти объекты вращались один вокруг другого то есть можно просто не перезапуская программу творить с ней любые чудеса которые вам взбредут в голову да можно целую игру построить вот так вот не перезапуская ее просто добавляя маленькие кусочки главное не забывайте не только писать код но и сохранять его в файл потому что все что вы делаете в репле после перезапуска программы потеряется именно поэтому я все изменения делаю в файле core.lisp и меняю программу путем шотката ctrl-c ctrl-c вот так выглядит интерактивная разработка на common lisp это может быть полезно не только в тех случаях когда вы имеете дело с графикой играми но точно так же можно извлечь пользу из интерактивной разработки и в каких-то длительных процессах которые накапливают состояние и программу просто так не порестартишь у нее потеряется это состояние например при обработке больших данных тоже common lisp мог бы быть очень полезен потому что в случае когда происходит ошибка вы можете не перелопачивать заново все эти данные что уже были обработаны вы можете просто исправить эту ошибку нажать r на фрейме и программа перезапустится с того же самого места где упала только на этот раз баг будет исправлен и она побежит дальше радостно обрабатывать свои петабайты данных короче тот agile про который вам твердят во всяких университетах и из других щелей это очень медленный agile настоящий agile получается когда мы через мгновение видим сразу результат работы нашей программы добавили фичу нажали шоткат тут же увидели результат не понравилось поменяли и вот этот быстрый цикл разработки это и есть основная киллер фича common lisp а все остальное продвинутая система объектно ориентированного программирования макросы это все только дополнительные фичи как мне кажется они весьма приятны тоже бустят скорость вашей разработки ускоряя ее в разы но основная скорость происходит именно из вот этого image based подхода когда вы меняете программу на лету ну а на этом у меня сегодня все с вами был Александр Артеменко подписывайтесь на канал IT муравейник ставьте лайки обязательно покажите этот ролик своим друзьям которые лисп пока не щупали пускай они хотя бы попробуют всем лиспа в ваши сердца пока